Десятый юбилейный бизнес-форум, посвященный Дню предпринимателя, который отмечается 26 мая, прошел во Владивостоке. Традиционно ярко и празднично. Десятки гостей, руководители и собственники, первые лица ведущих предприятий Владивостока, представители власти и бизнес-объединений, собрались для делового и неформального общения. В этом году тема бизнес-форума «Успешный бизнес в России. Тренды будущего». Понимаете, сейчас тренд такой, что не нужно уезжать из России, нужно наоборот приезжать в Россию, чтобы здесь создавать бизнесы, потому что очень много невостребованных ниш. И вот как раз сегодня бизнес-форум этому посвящен. Собираются представители всех отраслей экономики нашего города. Здесь и строительный бизнес, и индустрия гостеприимства, отельеры, торговля, производство, логистические компании. В общем, все представлены секторы экономики. И как раз сегодня происходит обмен мнениями, компетенциями, люди делятся опытом. Профессиональный праздник «День российского предпринимательства» был установлен указом президента в 2007 году. Цель – поддержать и привлечь внимание общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Проблем, как водится, много, но дальневосточники, несмотря на удаленность региона, активно лидируют в плане бизнес-идей и их воплощения. В 2022 году впервые за последние 4 года отмечен рост предприятий малого и среднего бизнеса. В 2023 тенденция продолжилась. С 1 января по май уже рост 2,5%. Да, поэтому наш приморский бизнес я очень люблю. Я всегда говорю о том, что наш приморский бизнес способен и это делает. Он во время кризиса не только борется, так сказать, со всеми опасностями, но и находит возможности для своего развития. У нас, конечно же, есть отрасли, которые являются доминирующими. Да, безусловно, в Приморском крае нет сырьевых таких ресурсов. Нефть, газ – это не наш продукт, но у нас есть рыба, у нас есть лес, у нас развивается очень хорошо сельское хозяйство. Безусловно, у нас есть еще промышленность. Все-таки, как бы там ни было, у нас строится судостроительный комплекс «Звезда», различные ремонтные судостроительные предприятия есть. Бизнес города Владивостока – достаточно очень мощный бизнес. На Дальнем Востоке он, наверное, наиболее доход масштабный, наиболее эффективный, наиболее креативный, как сегодня говорят молодежь. Это бизнес, который сегодня в своих рядах объединяет порядка 150 тысяч компаний, бизнесменов. И примерно эта половина – это, конечно, доля города Владивостока. Конечно, мы благодарны и власть, и глава, и я, как представитель, говорю вам большое и огромное спасибо. Праздничные бизнес-форумы, посвященные Дню предпринимателя, проводятся во Владивостоке ежегодно с 2013 года. Пожалуй, это единственная возможность для неофициального общения – установления новых деловых связей, прямого взаимодействия бизнеса и представителей власти. Координатором форумов, как открытая коммуникативная площадка, выступает Центр развития предпринимательства. Пожелать я бы хотела не бояться ставить перед собой цели и достигать их, несмотря ни на что, преодолевая препятствия. И также напоминаю, что есть Центр развития предпринимательства, который как раз и создан для предпринимателей, где наши специалисты в области экономики, юриспреденции, налогообложения подскажут, помогут, научат. Конечно, с праздником всех приморских предпринимателей развития и процветания бизнесу. И пусть на его развитии никогда не встречаются преграды. Ирина Шилина, Денис Вадеев. Новости на Восьмом.